МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мотобат в деле. Полицейские сургута во имя соблюдения правил дорожного движения пересели на мотоциклы. В столице Самотлора силовики накрыли подпольный игровой клуб, изъяли крупную сумму денег из 100 единиц оборудования и доверили все, что было за душой в Нефтьюганске и Нефтьюганском районе. Двое жителей потеряли почти 7 миллионов рублей. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Курковец. В День Победы в Сургуте произошли две серьезные аварии с пострадавшими. Вечером на проспекте Мира напротив 44-го дома водитель Митсубиси Аутлендер снес мотоциклиста. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный двор». Колонна из трех байков повернула налево с улицы Маяковского, а тем же путем двинулся и внедорожник. Проехав перекресток, он ускорился, объехал последнего мотоциклиста, а следующего уже не смог. В результате удара байкер получил травмы, был госпитализирован в больнице, у него диагностировали множественные переломы, ушибы и ссадины. По предварительным данным, водитель авто был не трезв. В отношении его составили протокол по статье «Управление транспортным средством, лицом находящимся в состоянии опьянения». Мужчине грозит лишение прав на длительный срок. В тот же вечер на улице Югорской напротив 38-го дома столкнулись две иномарки. По информации с места ДТП, 57-летний водитель Киарио решил развернуться с правой полосы, хотя должен был занять место левее. Маневры не ожидал мужчина, ехавший за рулем «Хенде Солярис». В результате столкновения травмы получили водители и пассажир Киа. Их доставили для осмотра в больницу. С начала года и по 10 мая на дорогах Сургута произошло 73 аварии. В них три человека скончались и 96 получили ранения. За аналогичный период 2021-го ДТП случилось на 20 больше погибших. Не было число травмированных тогда, оказалось на треть выше, чем сейчас. Мотополицейские Сургута 12 мая вышли на первое дежурство. В этом году двухколесную технику к сезону подготовили. Инспекторы освежили навыки управления легкими байками. Их в автопарке ГИБДД-2. Оба модификации БМВ способны разгоняться почти до 200 км в час. Для управления ими необходим опыт. Он у стражи порядка есть. Основные задачи – профилактика дорожно-транспортного травматизма и пресечение нарушения ПДД. Именно байки в последние три года позволяют более продуктивно работать с мотоциклистами. Благодаря появлению в гараже спецмашин Госавтоинспекции двухколесной техники фиксируется снижение числа мотоаварий. Добавлю, что в прошлом году Мотобат заступил на дежурство на 8 дней раньше 4 мая. У нас с подразделения Госавтоинспекции ГИБДД Сургута также имеется на балансе два мотоцикла. Будут участвовать в патрулировании уличной оружием с целью оперативного реагирования на дорожную транспортную обстановку. Уральским межрайонным следственным отделом СК России по Югре возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Кандинского района. Он подозревается в совершении убийства. По версии следствия, вечером 9 мая подвыпивший фигурант, находясь у калитки своего домовладения в одном из поселков муниципалитета, поссорился с односельчанином. Словесную перепалку сменила потасовка. Хозяин дома нанес соседу 7 ударов деревянной палкой от полученных травм. Потерпевший скончался на месте. Предполагаемого злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении сургутянина. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Государственным обвинителям представлены исчерпывающие доказательства того, что в июле прошлого года фигурант приобрел для перепродажи партию запрещенных веществ. Их он расфасовал для дальнейшего размещения в тайниках-закладках на территории экономической столицы Югры. Но сделать этого не смог. Его арестовали. Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России по Югре накрыли незаконный игровой клуб в Нижневартовске. Там организовали проведение азартных игр. Цель, естественно, получения прибыли. Из заведения изъяли 100 игровых комплексов свыше 5,5 миллионов рублей наличными и более 320 пластиковых карт. Счетчики денег, а также около 90 флеш-накопителей и бухгалтерскую документацию. Полицейские установили предполагаемых организаторов противоправной деятельности и при участии бойцов Росгвардии задержали их. По предварительной информации семеро местных жителей в возрасте от 28 до 56 лет обеспечивали бесперебойную работу оборудования, а также следили за движением денег и распоряжались прибылью. Возбуждено уголовное дело фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы. За сутки с 11 на 12 мая югорчане перевели аферистам 8 миллионов рублей. Сотрудниками полиции округа зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. 52-летняя жительница нефтьюганская, желая увеличить свой капитал, в одной из социальных сетей нашла рекламу по вложению средств в цифровые активы. Она связалась с менеджером компании, установила приложение для отслеживания роста процентов. В общей сложности горожанка перевела на счет 3,25 миллиона рублей. Однако в последние дни начисления в личном кабинете прекратились, а менеджер, оказавшийся аферистом, пропал. Тогда-то жительница нефтьюганская обратилась в полицию, заведено уголовное дело. В соседнем нефтьюганском районе аферисты сорвали еще больший куш, почти 3,5 миллиона рублей. Мужчине позвонил псевдо-сотрудник банка, сообщил об атаке на счет и убедил перевести сбережения на безопасную ячейку. Помогли поверить в серьезность происходящего звонки от якобы следователя. Побоявшись за свои деньги, потерпевший перевел все накопления на безопасные счета банка-партнера, но и этого мошенникам показалось мало. Аферисты также смогли убедить мужчину оформить на себя зеркальный кредит и перевести им всю сумму. Ущерб составил почти 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело уже расследуется. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМЕДИА. Я Дмитрий Круковецов. Прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА